Как выглядит чудо-автомобиль мы показывать не будем. Пусть его марка останется небольшой интригой. Внешних различий с любой другой припаркованной машиной вы точно не найдете. Разве что водитель в форме инспектора. Дело в том, что данное мероприятие проводится уже в служебное время, поэтому сотрудник находится в форме, но в гражданском автомобиле для того, чтобы не привлекать внимание личное к себе. И таким образом производится видеосъемка. Единственный помощник инспектора небольшая видеокамера, которая внимательно фиксирует все, что происходит, например, на светофорах. Инспектор постоянно следит за обстановкой на перекрестке. В случае, если требуется камеру переместить, то есть снимать не эту часть, а вот эту. Спокойно это все осуществляет. С помощью такого патрулирования у нас выявляются в основном три административных правонарушения. Это остановка перед стоп-линией, остановка на пешеходном переходе и проезд автомобиля на запрещающий сигнал светофора. Проект пробный и скрытый патруль в городе пока всего один, но буквально за час съемки удается выявить двух-трех нарушителей, а главное привлечь их к ответственности. Работа чем-то похожа на операторскую. Готовую съемку копируют на компьютер, еще раз внимательно просматривают, выписывают тайм-коды и приглашают главного героя, то есть нарушителя. В принципе, это нарушение, но хотя для маршрутных трансформных средств вроде как это не нарушение, не стоит полосы поворачивать, за это их не привлекать, но в принципе это неправильно. На самом деле практика это общемировая. Члены общественных советов, не раз поднимавшие вопрос о нарушителях на дороге, уверены, бороться с теми, для кого водительская этика – пустое место, нужно всеми доступными способами. В нашем городе первыми пристального внимания удостоились водители маршрутных такси. Их проще идентифицировать. В большом потоке пойди разберись, кто кому сегодня одолжил авто и проезжал ли вообще на данном перекрестке. А вот путевой лист значительно увеличивает шансы найти и наказать хулигана. Ну вот таким вот образом все происходит. Вот то есть видно номер маршрута, марку, да, форт. Ну в принципе номер можно разглядеть. 260 то ли ХРА, то ли АРА. В дальнейшем это все проверяется по базам данных. Даже если у нас есть хотя бы цифры номера, но есть маршрут, есть марка, мы потом его найдем все равно. Участники дорожного движения к новшеству привыкнуть еще не успели. Те, чьи имена уже попали в протокол, отреагировали с пониманием. Не оспаривает. Все с улыбочкой соглашаются. Деваться тут некуда уже. На каком перекрестке скрытый патруль припаркуется в очередной раз неизвестно. Так что на всякий случай повторите правила дорожного движения. Особенно если отвечаете не только за свою жизнь, но и за жизнь пассажиров. Олеся Харлина, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».